Любимая, всем привет! Вы на канале Солёный, вы на канале Жизнь без неврозы до 100 лет. И сегодня мы с вами говорим на тему кандидоза. О, мои любимые, как это всё прекрасно! Ко мне приходят в консультацию хроническая усталость. Здравствуйте! Заложен нос, прям вот заложен. Никакой ринонорм не помогает. Не помогает, ну вот прям не помогает. Ну, конечно, не помогает. У меня только открылся, да? Неделя на антикандидном протоколе была жёсткая. Соответственно, друзья, когда мы говорим про кандиду, кандида это не какое-то прям заражение, да? Это грибок, который есть у многих, но если его слишком много в кишечнике, то вы подвергаетесь действительно инфекционному, либо какому-то другому заболеванию, которое, во-первых, поражает дыхательную, сердечную систему, бронхолёгочную, да? И если это собака-мабака у вас живёт, то вы можете столкнуться ещё и с нервным психозом, чего я вам не желаю ни в коем случае. Лечить самостоятельно – это достаточно непростой процесс, но я вам могу подсказать некоторые вещи, которые действительно вам могут помочь. Серьёзно ли это? Да, серьёзно. Если это проявляется сильно, то это очень серьёзно. Почему? Потому что люди, которые имеют такой сильный кандидоз, это миллион невылеченных болезней, называется. И сердце слетает, и кишечник, и сердечно-сосудистая, и, соответственно, мозг начинает страдать, тупить, и зачем вам это нужно? Соответственно, здесь кандида любит всё сладкое, все сладости, все углеводы. Она прям питается этим, так же, как и опухоли, и раковые клетки. Соответственно, чем больше вы любите сладенькое, тем больше вы раскармливаете эту историю. Что важно давать себе? Если вы кушаете, обратите внимание на ферменты, если вы не усваиваете еду, хлорофилл жидкий, можно добавить чеснок, если вы нормально переносите, можно добавить орегано, масло орегано очень классно, круто работает, и можно добавить лист оливы. Всё это продаётся на iHerb, либо в NSP, либо в какой-то другой компании, которой вы доверяете. Я доверяю NSP, ещё в iHerb заказываю несколько. Соответственно, протокол есть, я его описывала, да, какие нужны продукты, как долго это соблюдать. Это не пожизненно, не постоянно, ни в коем случае. Просто какое-то время, чтобы вас отпустило. Кандида влияет на депрессивные состояния, депрессивные эпизоды, даже панические атаки. Если у вас действительно такой какой-то системный хронический кандидоз, это лечится с доктором. Если это временное явление, осложнение после вируса, то можно себя поддержать. Чем ещё поддержать? Поддержать лецитином печень, для того, чтобы усваивала все жирорастворимые витамины А, Д, Е и К. и, собственно, стараться питаться максимально витаминизировано. Что это значит? Это значит, если у вас ослабленный иммунитет, вы опять в риске заразиться кандидозом. А потом, что вы делаете? Вы приходите в консультацию с хроническими вопросами по стрессу, по паническим атакам. Очень часто связь неочевидная, очевидная. Это кандидоз. Так, кандида не любит, когда вы бросаете кушать сладости. Она очень любит, если вы в кандидозе ещё и кофе пите. В общем, всё, что вас загрязняет внутренне, то провоцирует белок. Поэтому последите какое-то время за чистым питанием. Постарайтесь пить достаточное количество воды. Включайте пробиотики сахароместициди буларди, я на полном серьёзе, которые уничтожают и являются противоплёночными препаратами. И можно ещё, знаете, что попробовать? Кокосовое масло очень круто работает. И он в холодильнике может стоять и прям является таким важным элементом. Соответственно, кандида вызывает стрессы. У девушек вызывает бесплодие, у мужчин вызывает даже панические атаки, снижение. В общем, много чего вызывает, если вы на это не обращаете внимания. И не все психотерапевты об этом вам скажут.